МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это почувствовало и образовательное сообщество, и, конечно же, отрасль, культура. И для нас, для театрально-зрелищных учреждений, которые, безусловно, нацелены и всё своё творчество дарят аудитории, для нас это было большое испытание. Но, наверное, есть какие-то сложные моменты, которые позволяют мобилизоваться, позволяют переосмыслить, переоценить происходящее. И, может быть, для нас это было определённое испытание, которое позволило по-новому взглянуть на будущее. И поэтому мы активно развивали свою деятельность в онлайне. Мы видим, что у нас выросло количество подписчиков. И мы, конечно, обратили внимание на то, как быстро стали раскупаться наши билеты, как только были частично сняты ограничения. И мы, конечно, сразу вышли на улицу, стали работать в уличном формате. Это были очень маленькие мероприятия, камерные спектакли, которые не просто даются для театра, для коллектива, потому что мы работали за театральной площадкой, на улице, мы зависели от погоды и так далее. Но данный опыт позволил нам сформулировать свой проект. И мы поучаствовали в евразовском грантовом конкурсе, получили почти 1400 голосов в пользу нашего проекта, нашей идеи. И мы выиграли сумму, которая позволит оснастить уличный театр для нашей тагильской публики. Мы считаем это тоже достаточно большое достижение. За время пандемии мы поставили 4 спектакля. К сожалению, не состоялась премьера спектакля «Айболит» по многим причинам. Одна из сложных и больших утрат для театрального сообщества страны это уход из жизни Михаила Кривенко, это художник спектакля. Поэтому, к сожалению, по ряду причин и, конечно же, в связи с удаленной работой у нас не получилось поработать с этим спектаклем. Но мы не ставим точку на этой идее. Отложили ее на определенный срок. И вот сейчас на данном этапе это 4 спектакля. Это спектакль «Синяя птица» для детей от 9 лет. Это спектакль для самых маленьких зрителей в рамках Бэби-платформы нашей. Это спектакль для взрослых, но в камерном формате. Это ревизор, которого никто никогда в стране не видел, потому что ревизор «Классный час», как назвала его режиссер спектакля Юлия Батурина. Это тоже в определенном смысле ноу-хау для нашего театра и вообще для искусства театра «Кукол». Ну и, конечно, новогодний спектакль «Теремок», совсем необычный «Теремок». Его называет наш режиссер «Годок-теремок». В рамках целого спектакля мы проживаем год. И здесь мы встречаем все наши культурные традиции, культурные особенности нашего народного быта. Здесь мы говорим и про Масленицу, и про Пасху. И все это в рамках общей единой концепции спектакля «Теремок». Интересное музыкальное произведение. Такого у нас еще не было в театре, потому что поющая труппа столько еще не пела, не танцевала. Но мы будем рады и будем надеяться, что дух вот этого новогоднего праздника заложит хорошее начало для 2021 года. А вот спектакль «Теремок» его поставил Павел Овсянников, режиссер из Петербурга. Расскажите, как прошло его взаимодействие с актерами тегильскими, с актерами театра «Кукол». У каждого режиссера своя технология, своя методика в работе. И поэтому есть сложности, бывают сложности в организации взаимоотношений. Бывают моменты, когда художник или режиссер спектакля пытается донести какие-то вещи для цехов художественных. А театр «Кукол» — это, как и любой театр, это бесконечное производство. Мы говорим о полном цикле, когда мы от идеи до воплощения, а далее потом до введения в текущий репертуар, мы имеем полностью созданное произведение. И поэтому иногда трепет художника, создателя спектакля, а Павел Овсяников в этом спектакле участвовал как художник, и как режиссер. И как автор пьесы. И как автор пьесы. Его трепет можно понять, поэтому волнительные моменты были. Мы были рады. Он работал с двумя составами сразу. И это большая нагрузка. Большая нагрузка для коллектива и для, конечно же, создателя. И в этой связи каждый раз, когда происходит финал, и мы получаем премьеру, мы выдыхаем, и мы знаем, что сейчас нужно собраться и работать только для зрителя. Отдавать всего себя. И в этом процессе, бесконечном процессе творческом, я восхищаюсь, конечно, коллективом, потому что сейчас на сцене идет нон-стоп, что называется, по четыре спектакля новогодних будет играть коллектив. А в цехах эти прекрасные художники, мастера, они готовят уже новый спектакль. Они готовятся к новой премьере, которая стартует у нас с началом весны. И в февраль у нас будут репетиции. Приезжает потрясающий режиссер Петр Васильев и Алевтина Торик из Санкт-Петербурга художник. Тоже в музыкальный спектакль. Будет эксперимент. У нас единственный инструмент, такой очень интересный, концертина, который будет участвовать в этом спектакле. Ребята, ну, ребята, это я, конечно, с любовью отношусь к артистам, к нашим. Они сейчас уже активно берут мастер-классы по освоению музыкальных инструментов. И мы уверены, что вот эти наши заботы о создании творческого продукта, они, безусловно, будут заметны и будут высоко оценены нашим зрителям. Давайте для зрителя расскажем, в какие дни новогодних каникул и что они могут увидеть в Театре кукол. До 30 декабря включительно будут работать наши бэби-спектакли, бэби-елки. Но в связи с ограничительными мерами, конечно, зрителей очень мало. И, конечно, билетов уже нет, поэтому я могу анонсировать этот спектакль на будущее. Пожалуйста, следите за афишей. И мы будем рады начать новогоднюю кампанию для совсем юных зрителей с первой недели декабря 2020 года. Потому что мы уже сейчас строим эти планы. Мы знаем, какие будут спектакли на ближайшие три года. Поэтому я с уверенностью могу говорить и оптимистично строить планы, хотя время такое достаточно тревожное. Но будем думать о хорошем. Что касается большого нашего зала, при 50-процентном наполнении зала мы с вами имеем 4 спектакля в день. Это новогодняя интермедия в зрительном зале. Это полноценный спектакль с приемами театра кукол, с оживлением предметов, с массовой видеоинженерией. И, конечно, с чудесными нашими превращениями, которые возможны только в театре. А после этой интермедии, после небольшого антракта, будет уже спектакль «Теремок». И так получается, что до 10 января мы будем рады встретить наших зрителей. И, конечно, билетов осталось очень мало, но на 9-10 января еще есть билеты. И мы уверены, что зритель придет к нам. Татьяна Александровна, перед Новым годом у вас есть возможность обратиться к вашим зрителям и к вашим коллегам с поздравлениями, с теплыми словами. Дорогие друзья, давайте проводим этот 2020 год. Пожелаем ему здоровья, счастья. Пусть он уходит и никогда больше не возвращается. А мы с вами, друг с другом, встретим этот новый 2021, неожиданный. но все-таки долгожданный. Мне хочется сказать, что Театр Кукол готовит многочисленные премьеры для наших зрителей. У нас состоится премьера спектакля «Теремок». У нас будет спектакль, новый спектакль для деток постарше, который мы будем с интересным, с очень ярким режиссером из Белоруссии, Александром Янушкевичем. Мы уже сейчас провели переговоры, и этот спектакль будет поставлен на сцене Театра Кукол. Новый спектакль «Морозка» с прекрасным мастером кукольного искусства Александром Янычем Стависким. Это будет в декабре. И еще несколько небольших проектов ждет всех зрителей в нашем театре. Будьте здоровы и приходите к нам. Радуйте себя и своих деток. Огромное спасибо, Татьяна Александровна, что были в нашей студии, ответили на наши вопросы. Это была программа «Факты в лицах». Сегодня мы беседовали с директором Нижнедагильского театра «Кукол» Татьяной Ткачевой. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова